Каково, девочки, сумочка? Я вам показывала, Николь мне нитки выписала, я сижу, 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 смотрю на них, думаю, что-то сделать надо. Сделала, блин, коробушку вместительная, однако. Ну, можно спокойно, собирала руками. Руками собирала. А что, сейчас, говорят, такие модные. Подработать, чуть-чуть померёкать, как лучше. Здесь можно и застёжку вот тут прицепить. У меня есть, кстати, застёжки. Вот с одного рулончика получилась вот такая сумочка. Чё? Нормально? Телефон влазит, всё влазит. Там, ну, только мне чё там такое место. Много. Зимняя такая сумочка. Ну, мелочь, конечно, ложить не надо без подклада. Всё вылечить через дырочки. Сидела, 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 крутила, крутила. Ну, думаю, что, чтобы делать, например, какой-то корт кошки, да, например, надо больше ниток. Сама не поняла, короче, как получилось, но... Вот так получилось. Да. Хотя можно это... Ещё померёкать. Чё ещё можно сделать? Кроме корзиночки. Такой сумочки. Кроме такой сумочки. Вот так-то. Девочки, всем приветы, мальчики. Сидю. Серёжа пошёл спать у него ночная. Я поела, стирку закинула, сушилку закинула, и уже теперь не особо-то не погремишь, и сижу, довязываю. Ну, как довязываю? Половину только связала, свои салфетки. А, чё делать? Короче, вес стоит. Ну, это у меня частенько бывает. Скинешь сколько-то. Да что ты будешь делать? Скинешь, потом стоит. Потом опять скидывается. Половинка только связана. Уже заканчивается. У меня ещё одна есть. Потом опять скидывается. Так, зараза. И вот вроде только поела. А сейчас опять кушать. Главное, чтобы не плюсом. Иначе меня это может разозлить. Сегодня, кстати, ради интереса одела платье. То, которое показывала к сестре на свадьбу ходила. Застегнул Серёжа мне его. Он мне застегнул, и оно застегнуло, что характерно. Но я в нём солдатиком. Садиться нельзя, а то может лопнуть. Если только всегда стоять. Ну, всё равно. А что-то не замерялась. Весь стоит. Может, сантиметр уходит. Что-то я забыла. Ой, голова два уха вообще. Надо будет замериться. Дело в том, что утром мы с Артёмом встаём в одно и то же время. И вот эта вот ванная комната на перегонки. И один сидит быстрее-быстрее, и другой сидит быстрее-быстрее. Ну, и, короче, я забыла. Забыла я замериться. На весы встать встала, а замериться забыла. Поэтому. Так, там соседи, по-моему, приехали. Там посылки у меня их стоят. Чуть что, если кого-то нету, все в мою дверь. Её первое петято. Смотрю, голосмастер новый ездил. Я думала, может, просто информацию раскидать. Он зашёл, звонит мне в дверь. И я говорю, что такое? Он говорит, чья машина стоит возле контейнеров мусорных? Я говорю, ну, как чья? Хозяев дома? Есть у нас одна семья, тут турецкая. Они почему-то считают, что им всё можно. С ними все. Я в том числе тоже ругалась. С ними все соседи ругались. Вот эти ещё остались грязнули, которые... И вот они ещё с ними не ругались. Да им похер просто этим. А так все с ними ругались. Но они считают, что они хозяева дома. Ни хера не делают, ничего им не надо. где хотят, там оставят эти машины. Ну, короче, оборзели. Ну, я-то своего добилась. Меня не трогают. Да и ладно. А остальные пускай как хотят. И всё. Ещё один ряд закончила. Какие есть нитки, стихи вяжу, лишь бы себе чем-то занять. Вот сейчас он спит, особо ничего не поделаешь, хотя можно было идти и гладить, но... В доме так темно, на улице так серо, солнышко было чуть-чуть, уже ушло. и это... И мне... Господи! И вам средь белая дня ужасная. Мне не хочется. Не хочется ничего делать. Сейчас вон опять. Чё-то я прям такая, это... Ну... Затёкшая. Плохо, чё-то сюда спала сегодня. Заговариваться стало, всё характерно. Ой, е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Может, от недоедания? Не знаю. Иду домой. Смотрите, чё увидела. Какой! Просто... И тут тоже уже сломали огромный просто огромный но к сожалению нельзя кушать они городе растут вообще красота просто красота сейчас грибов наверно в лесу куча куча не хочу девочки привет стою на кухне и думаю что ж его приготовить и сегодня мне это понятно для артема более-менее понятно а товарищу сергей александровича супчик наверно какой-нибудь сварить тяжелый случай короче у нас холст мастер поменялся сейчас смотрю в подъезде висит фотография поменялся а я вчера смотрю один саш тэвака едет и раскидывает журнальчики и потом пошел к мусоркам туда там стоит машина припаркована нельзя этого делать ну через время мне звонит в дверь я ему открываю короче крик не знаете чья машина говорю знаю а я же вам рассказывал ну так вот короче я думала что это просто саш тэвака а это наш новый холст мастер он пошел к этим соседям сказал чтоб убрали но они конечно хозяева дома себя считают не убрали с израилью людей вывозит сегодня новости читаю учитель с учеников папа с учеником подрался из-за палестинского флага я в шоке ну ладно ученика учитель-то умнее будь а что разве нас нет демократии разве у нас нет чё хочу то и делаю с каким флагом хочу с таким и хожу нет уже закончилась да сейчас германия раскололась на два лагеря ну в принципе как и весь мир кто-то за палестинцев кто-то за евреев короче разделились на два лагеря а мне и тех и тех жалко вчера смотрела видео где палестине сдержит своего ребенка маленького мертвого и отпускать не хочет и у него его отобрать никто не может кто смотрела где мать и в израиле 20-летнего сына короне что то страшно что то страшно короче хрен там разберешься это вот когда мы были в прошлом году уехали как раз со свадьбы и там же этот дядюшка старенький американский приезжал и если мне говорит вот смотри вот только если он какую-то страну приедет обязательно там начинается война видите как получилось опять война кто виноват кто прав один хрен знает нам-то уж точно не разобраться так что люди как гибли таки будут гибнуть испокон века всегда несмотря на то что цивилизованный мир не цивилизованный умирают умирает люди и так будет всегда поэтому мы ничего изменить не можем пока есть вот такие толстосумы с деньгами такое будет жалко обидно конечно ничего не сделаешь там прям не на жизнь а насмерть с землей сравнивают друг друга землей катастрофа и никаком бункере ты не спрячешься и ни в каком бомбоубежище ты не спрячешься равняют так что у нас на улице пасмурно вес наглухо стоит уже четвертый день по моему четвертый день раз два три четыре четвертый день наглухо ну там один сантиметр кое-где ушел и все вот такое бывает девочки не обращайте внимание все зима началась руки начали сохнуть без крема вообще не выхожу никуда всегда крем сумочки поэтому и так каждый вечер увлажняешь кожу начинает сохнуть николь тоже вчера позвонила целый час час она опять работает школа закончилась зашла говорит в реанимацию женщина лежит лежит горит у нее вот такой вот галештайн был камень в желчном здоровый говорит острый и он стал как-то шевелиться или чё и порвал прямую кишку там и и говорит это все во внутрь пошло и говорит ее режут каждый день в смысле режут оперируют промывают и все чистят опять просто пластырем закрывает она говорит ну как пластырь не зашивают я горит залезла посмотрела все не видно говорит все что в животе все видно лежит конечно в коме человек тоже молодая 45 лет что ли вы зашла говорит и глянула мама горит люди в коме у нее берет глаза такие как будто пластиковые понятно такое зрелище не для слабонервных ну николь пофиг принципе как и мне я такого тоже не боюсь вот такие вот дела все работает куда-то бегают суетятся такие мясо достала размораживается наверное сделаю суп с фрикадельками наверно у меня курица заканчивается на курицу купить вчера я индюшину делала сегодня кору буду делать и надо в магазин сбегать будет купить еще вот такая беда беда огурченец ну шо ты мне вылезла а я просила девочки книги еще нет придет книга я вам скажу по моему с янсен с русского каталога выписывал там кто-то не женщин писал я чуть не заходила не смотрела в компьютер ну что ссылки меня компьютер не пропускает окна помыть о чудом прилетела какой-то плакатик трактор ездит стройка идет этот новый выпускает растение вообще нету солнца нету